Привет всем! Сегодня я хочу поговорить о насилии, о его особых разновидностях, которые пока не имеют названия. Так что дальше я опишу свое видение, какие явления я имею в виду, и предложу собственные термины. Я поискал где мог, попытался поискать что-нибудь на эти темы, чтобы это где-то было описано. С лета, по крайней мере, не нашел ничего, ни по-русски, ни по-английски. Так что, возможно, в некотором смысле буду первопроходцем в этих темах. В порядке пролога отмечу. Женщины и психологи, ориентированные на женские нужды, очень сильно развили и продвигают тему насилия, определяют новые его типы, описывают симптомы, придумывают названия. Часто насилие смешивается со словом abuse. Я бы все-таки предложил их не смешивать. Это разные вещи, и не надо бояться заимствования английского слова. Abuse — это латынь, почти в чистом виде. Ab — это от, а use — это видоизмененное uti, как в слове util, то есть варварское злонамеренное использование. Варварское злонамеренное использование далеко не всегда включает в себя насилие. Есть множество способов варварски использовать, не пользуясь при этом насилием. Например, можно вынудить человека устроиться на вторую работу. Можно даже сделать так, чтобы он думал, что он сам этого захотел и что это нужно ему, а по факту будет просто убитый не битого везет. В этом случае насилия нет, а abuse есть. Чисто как пример одной из очень тонких тем, тонких явлений, которая не имела собственного названия и получила свое название заимствованием из художественного произведения — термин «gaslighting». В художественном произведении мужчина со своими скрытными целями активно пользовался газовым освещением на чердаке. Когда он им пользовался, падала яркость света во всем доме. И когда женщина обратила на это внимание, а мужчине нужно было скрыть тот факт, что он этим занимается, то он начал убеждать ее, что ей это кажется. И чтобы дополнительно убедить ее, что у нее именно проблемы с восприятием, он начал менять в доме всякие разные вещи, переставлять предметы, говорить ей, что она неправильно помнит то, что было сказано и то, что случилось. То есть, в общем, создало у нее впечатление небольшого помутнения рассудка. Причем так, что она сама в это поверила. Теперь это слово активно используется в литературе и в разговорной речи и означает такую очень тонкую манипуляцию, когда человек начинает сам сомневаться в том, что он правильно помнит, правильно видит, правильно воспринимает вещи. Так вот, первое явление, о котором я хочу поговорить, оно еще тоньше, чем «gaslighting». И, возможно, поэтому оно не имеет никакого своего названия отдельного. Что я имею в виду? Я имею в виду проживание, причем дальше я буду в основном о мужчинах, конечно, говорить. Хотя, наверное, можно представить себе ситуацию, когда женщина попадает в такие условия, но трудно представить. Такого я не видел в жизни. Так вот, речь идет про ситуацию, когда человек мужского пола, в общем случае ребенок, подросток и взрослый тоже, фактически постоянно находится в таком негативном поле информационного и эмоционального воздействия. Если бы я говорил только про, скажем, средства массовой информации, я мог бы сказать что-нибудь типа мизандрия. То, что мизандрия в СМИ существует, доказано вполне документально и научно. Я дам ссылку на статью с именем исследователя, который вполне серьезно с калькулятором исследовал средства массовой информации западные и обнаружил, что о мужчинах в 69% говорят негативно, в 12% позитивно и, по-моему, в 19% нейтрально. То есть, на самом деле, где-то на 70%, если брать только СМИ, мужчины находятся в постоянном таком потоке, как сказать, грязной воды, не знаю, с точной канализацией, разбавленной. Иногда также используется термин mail bashing или mail trashing, то есть такое виртуальное избиение мужчин и мужского. И термин mail bashing уже выходит за пределы СМИ, потому что этим занимаются и рядовые люди, блоггеры, деятели социальной сферы. Но у этого явления есть и приватная сторона, а именно то, чему люди мужского пола подвергаются в приватной обстановке в своей личной жизни, в семье, в школе, на работе. И даже я об этом отдельно скажу, особая разновидность идет в социальных сетях, которые, может быть, вообще говоря, требуют какого-то своего собственного названия. Попробую на примере описать, что я имею в виду, когда говорю про семейную атмосферу. Это из личного опыта. Эта штука проявляется на семейных сборищах или околосемейных, где собираются за столом семья или расширенная семья, или несколько семей дружественных. И собирается некая посиделка, там, неважно, в доме или с выездом куда-то. Как правило, она сопровождается употреблением алкоголя в каком-то объеме, там, в зависимости от социального слоя. Приходят несколько семейных пар разного возраста, но самые, конечно, красноречивые пары – это где-то в районе среднего возраста. Такие стереотипичные пары, которые либо не развелись, либо у них уже повторный брак. Скорее всего, пара состоит из такого довольно затюканного мужчины и такой контролирующей его женщины, такого менеджера. Муж и менеджер мужа, который, так сказать, контролирует, надзирает, направляет, выдает разрешение на все, даже на то, чтобы сказать тост и так далее. И обычно, пока алкоголь еще действовать не начал, несколько таких семей, они, ну, более-менее поддерживают приличный вид. То есть, может создаться впечатление, что перед нами, в общем, нормальные люди. Но проходит примерно час, это как бы собранность и маска, она ослабевает, люди не могут ее долго держать. И начинается такое проявление очень такого тонкого, но художественно исполненного такого как бы смеси между презрением, насмешкой, унижением, пренебрежением. Это проявляется в грубом виде, скажем, в анекдотах или тостах, в чуть более тонком виде в таких намеках и двусмысленных выражениях. И совсем тонко этим владеют в основном женщины уже так и в возрасте постарше. Они умеют это показывать вообще без слов. Просто определенной мимикой, жестами или, например, хмыканием в определенной тональности такой, такой, с поддевкой. Довольно грубый пример такой. Можно привести на явление, которое называется «Eye rolling». Не имеет никакого перевода у нас в стране. Но вот посмотрите, что я имею в виду, я думаю, вы это встречали неоднократно. Но это кино и комедия. А теперь посмотрите, как то же самое делает в реальной жизни вполне себе умудренный опытом женщина. Насколько все тоньше. Видели? То есть ей нужно показать свое отношение. И она это делает, не говоря ни одного слова и не произнося ни одного звука. Просто определенной мимикой лица. Но в повседневной жизни все как бы еще тоньше. Иногда нужно реально напрягаться, чтобы увидеть эту вот такую скрытую коммуникацию, которая начинает обмениваться между собой только женщины за столом. Если вы знаете, на что смотреть, то это довольно хорошо видно. Видно посыл от одной к другой, от нее ответ, пас, передача, аплодисменты, одобрение или удивление. В общем, параллельно как бы идет такой скрытый разговор. То есть люди говорят вслух об одном, и в разговоре, который слышно, участвуют как бы все. А разговор, который идет невидимым образом, ведут почти только женщины между собой. И почти всегда, сейчас я сказал слово почти, я даже напрягаюсь, думаю, видел ли я когда-либо, чтобы таким скрытым образом между женщинами шел диалог в положительном смысле. Надо реально напрячься, я такого не помню. То есть, наверное, теоретически такое может быть. Я не уверен, что хоть раз в жизни видел. И вот человек, который это начинает видеть и замечать, ему в таких компаниях становится довольно-таки плохо, и не по себе. Потому что по эффекту это можно примерно сравнить, как, допустим, за столом собрались половина людей курящих и половина не курящих. Не курящие просто сидят и о чем-то разговаривают, а курящие начинают закуривать сигареты и выпускать облака дыма над столом. И при каждой фразе там, что сказать, затяжки, человек добавляет свою порцию в это облако, которое начинает просто висеть в комнате. И для тех, кто курит, как бы это просто развлечение, прикол. Они даже наслаждаются этими клубами, как они красиво там висят, как они ведут себя в лучах света. А всем прочим просто становится, ну, чуть хуже. То голова закружится, то закашляется, то захочется покинуть комнату, то захочется налить еще по одной и покрепче, чтобы приглушить это чувство. Фактически речь идет о таком медленном отравлении. Наверное, с человеком ничего бы не случилось, если бы он просто там провел, скажем, там 2-3 часа в компании с курящими людьми. Это было бы не самое приятное времяпровождение, но никаких серьезных последствий, скорее всего, не случилось бы. И совсем другое дело, если такому воздействию человек подвергнут, в общем, всю свою жизнь. То есть, это настолько является его, как бы, частью повседневной жизни, что он это не замечает. И чтобы этот самый эффект опознать, вскрыть, нужно почти чудо, которое на английском языке называется fish discovering water. То есть, рыба, открывающая для себя воду. Мужчины настолько, хотел сказать, привыкают. Они не привыкают, потому что многие из них с рождением входят в эту среду, как будто этого дыма такого. И дышит ей, в общем, всю оставшуюся жизнь. Примерно так же, как, ну, скажем, городской житель, который вот не замечаем смогу, потому что мы живем в этой среде. Это для нас обычное дело. Человеку, который приехал из каких-нибудь там диких природных мест, город может показаться удушающим, с плохими запахами. А для нас это, ну, обычная наша повседневная реальность, поэтому мы ее просто не замечаем. Но то, что мы ее не замечаем, не значит, что она на нас не действует. Думаю, что действует. Примерно так же, как, скажем, легкие городского жителя. Больше болеют, быстрее старятся. Примерно так же, думаю, это действует на психику мужчин. И термин, который я предлагаю ввести для описания этого явления, эмоциональный смог. Потому что и принципы, и общая идея воздействия его на человека, на мужчину в данном случае, она очень похожа с механизмами, которые стоят за воздействием смога на здоровье мужчины. И думаю, что в смысле вреда для души и психики вообще он играет очень большую роль. Возможно, это одна из вещей, которая объясняет 15-летнюю разницу в средней положительности жизни. И, возможно, она объясняет большую часть этой разницы. Получается, это жизнь, проходящая в условиях постоянного агрессивного воздействия кислотной среды. Воздействие очень слабое, оно очень трудноуловимое. Только с помощью некоторого анализа и рассуждения можно вскрыть его наличие. Но оно присутствует. Присутствует всегда. И вот просто одна из граней этого явления хорошо демонстрируется на социальных сетях. В особом случае, сейчас объясню, про что я говорю. Вся моя расширенная семья пользуется одной хорошо известной социальной сетью. И используется ей для общения в основном именно внутрисемейного. То есть это такой канал, по которому семья делится фотографиями, событиями. Используется как переписка. Люди из многих городов, раскиданных по всей стране. Довольно большая толпа, больше 20 человек. Причем включает в себя и подростков, и людей среднего возраста, и в общем-то даже некоторых уже пожилых. И многие из них это семейные пары разного возраста. А многие это женщины, которые по разным причинам остались без мужчин или без мужей. И вот чтобы что-то написать такое, нужно прикладывать усилия, да. Нужно уметь складывать слова, нужно складно выражаться. Чтобы написать даже пару абзацев какого-то там цепляющего текста, который бы увидели все, среагировали, нужно как-то напрягаться. Но клик лайка не требует почти ничего. И большинство людей подписаны на какие-нибудь ленты чужие там, где идут потоком огромное количество всякой информации. Как бы мимо них проходит река такая, да, куда народ сбрасывает все, что у них есть интересного, все, что они считают интересным. Там фотографии, истории, шутки, там какие-то истории из жизни, трагические истории, демотиваторы, там коллажи и прочее, прочее, прочее. И из такого обширного потока любой человек путем постановки простого лайка как бы выхватывает этот кусок из такого всеобщего информационного потока и создает собственную реплику, такую коллекцию вот этих вот артефактов. И в меру своего мировосприятия и меру ощущения человек может выхватывать любые факты, элементы, предметы. И открыв его ленту, что, собственно, он отметил, на что он обратил внимание, сразу становится видно, как человек смотрит на мир, как он его воспринимает. Потому что из огромного потока можно выбрать любой набор фактов на любую тематику. И вот, к сожалению, женщины довольно систематически выбирают очень похожие потоки и очень похожие предметы из этих потоков. И эти потоки на большой процент, наверное, процентов на 40-50, состоят из каких-нибудь коллажей или шуток уничижающих мужчин, либо выставляющих женщин в превосходном свете, либо в свете жертвы. Иногда это какая-то мелочь, просто какая-то шутка там, или там отсылка к анекдоту известному, или какая-нибудь удачная фраза, какая-нибудь открытка с двумя словами. Но все они обладают такой как бы атмосферой своей. Она всегда очень маленькая, очень легкая и трудноощущаемая. Если бы эту открытку взять как бы отдельно, она, в общем, ничего собой не представляет. Но мужчина, даже член семьи, который заходит в ту же самую социальную сеть и видит, поскольку как только там жена ставит лайк на фотографию, она попадает в общую ленту, ее видит вся семья. Муж видит тоже, если он, конечно, не догадался заблокировать это. Я лично применяю к социальным сетям те же технологии, которые я писал в ролике про чистый интернет. Приходится фильтровать иногда, в том числе и своих. Ну, уже более избирательно, там, не просто по имени. В общем, отдельный факт не имел большого воздействия. Но эти факты собираются в потоке. И когда мужчина открывает такую ленту и видит, что в ней было, и в ленту добавилось с помощью действий прочих членов семьи, то видит он, в общем, довольно-таки неприглядную картину. Если он, конечно, обучен это видеть. Большинство, они не обучены. Они, может быть, что-то чувствуют внутри, какой-то дискомфорт, там, или, не знаю, сами научились над этим смеяться и так далее. Мне, вечно, это давно уже не смешно, как бы я и остро не реагирую тоже. Но и сказать, что я прям совсем этого не замечаю, я замечаю это очень хорошо. Даже отдельную открытку. Потому что я знаю, что если бы у человека внутри не было чего-то резонирующего с этой открыткой, там, из двух слов, он бы не поставил на нее лайк. Или даже, например, он мог бы подумать, что да, ему это нравится, то, что здесь сказано, но он стесняется, что про него подумают. Он как бы выдает себя этим, да, и поэтому лайк все-таки не поставит. То есть, может, посмотрит ее там в чужой ленте, а насладится ей и забудет. Но нет, человек именно ставит лайк. Сам, наверное, даже не понимает до конца, зачем он это делает. Я лично такую постановку лайка и подтягивание такой чужой открытки с уничижением в общую ленту, это фраза, просто сказанная не самим человеком, да, а посредованно. Буквально так же, как если бы он купил открытку в универмаге с фразой, которая ему понравилась, и прислал ее вам по почте. И опять же, если посмотреть на общий поток этих открыточек, которые идут в этой реке, то, в общем, выяснится, что эта река состоит процентов на 50 из фекалий. В этот запах, как бы, люди к нему привыкли, и поэтому просто его не замечают. Но я все же убежден, что эта штука действует, что это очень печальное явление, и поэтому настоятельно советую всем, кто вступает в какие-то отношения, смотреть на активность социальной сети своих подруг. Потому что из этих вот лайков и обрывочных фраз, иногда там, и даже иногда какого-нибудь смайлика поставленного в нужном месте, из них многое видно. Вообще, для издевок, иронии и всяких таких двусмысленных шуток существует термин психологический, который называется пассивная агрессия. Просто пассивная агрессия более широкий термин, он охватывает не только высказывания, он охватывает целый ряд поведения всякого. Тем не менее, в этом все равно видно именно агрессию. Просто она, скажем так, очень-очень-очень сильно разбавлена. Если ее сжать, скажем там, не знаю, годичный поток в 5 минут, то это будет черная совершенно жидкость. Вот. Но, будучи размазанной на год, два, три, она такая почти чистая вода, которую вы, в общем, можете не отличить только по каким-то косвенным. По радужной пленке на поверхности, например, по запаху, можете понять, что что-то тут не то, что-то не так. Вот такое явление я предлагаю называть эмоциональным смогом. Я считаю, что это явление нужно учиться распознавать, видеть его, и бороться примерно теми же способами, которыми борются со смогом обычным. То есть, ограничение выбросов, контроль, применение более продвинутых технологий, и, конечно, ликбез. Для молодого поколения особенно нужно обращать их внимание на это, на маленьких примерах, чтобы они учились это видеть. Потому что такие мелкие вещи позволяют проводить очень тонкий отсев потенциальных подруг, понимать, что от них можно ждать в перспективе. Нужно указывать на то, что это не мелочь. Это цвет, которым будет окрашена вся их жизнь. И этот цвет будет только усиливаться со временем, кроме каких-то, не знаю, ничтожного количества исключений. Цвет будет становиться темнее, темнее, темнее. Хуже, хуже, хуже. Собственно, нормальная, здоровая психически женщина сама должна бы по-хорошему видеть этот самый смог и реагировать на него соответствующе. Для тех, кто это уже видит, я предлагаю термин. Готовый термин, который можно использовать в повседневной жизни. Эмоциональный смог. Школа, конечно, вносит большой вклад в это явление. Мальчики помещены в условия, в которых они сосуществуют, общаются и вынуждены показывать сравнимые результаты с людьми, которые примерно на два года их старше. Можно примерно так посмотреть, под таким углом. Если, скажем, половина класса мальчики, то вторая половина – это люди, которые остались дважды на второй год. То есть, например, если мальчика учит читать в семь лет, это примерно аналогично тому, как девочка училась бы читать в пять лет. То есть, нужно почти чудо и нужно показывать существенно более высокие результаты, просто чтобы оставаться на одном уровне. Как сказано в одном замечательном произведении, иногда нужно очень быстро бежать, чтобы только оставаться на одном месте. Это вот тот самый случай. Проблема в том, что это относится не только к скиллам, типа чтения или умения долго сохранять неподвижность или долго концентрировать внимание. Также есть и эмоциональная зрелость. Эмоциональный возраст. И он тоже не совпадает. И приводит это к довольно-таки такому специфическому, скажем так, отношению женского пола к мужскому, который продолжается почти весь школьный период. Девочки общаются этой своей невербаликой, своим невидимым каналом между собой. И этот канал находит очень хорошее понимание у учительницы. По понятным причинам, потому что она сама этим занимается всю свою жизнь. То есть, как бы они говорят на одном языке. Они могут обмениваться посланиями, которых мальчики вообще не понимают и не видят их. Что какая-то была скрытая коммуникация, которую они просто не заметили и не увидели. И существенная часть этой коммуникации вообще мальчики недоразвитые придурки. И вот эта вот такая насмешливо-призительная атмосфера отношения, как к вечным Бартам Симпсонам, к будущим Гомерам Симпсонам, она и составляет собой, так сказать, школьную часть смога. Детско-юношескую. Некоторые, кому не повезло иметь старших сестер, особенно больше, чем одну, они к такому же отношению подвержены в собственном доме. То есть, они приходят из школы, попадают в точно такую же атмосферу, где к нему относятся, как к придуркам. Проблема в том, что человек, который вырос в такой обстановке и, по большому счету, прожил в этом всю жизнь, ему очень трудно вообще заметить это и тем более говорить об этом, как-то это обозначить. И если это как-то чувствуется, то на уровне какого-то такого внутреннего, очень тонкого, неприятного ощущения, который просто иногда сгущается, когда совсем уж смога больше. И вот эта вот невосприимчивость, неумение различать, тот факт, что эта рыбка еще не открыла для себя воду, приводит к тому, что мужчина попадает в отношения с соответствующей женщиной, которая, в общем, травит, что называется, воздух все время. Но при этом он это просто не способен увидеть. Потому что, чтобы увидеть, нужно, чтобы была возможность с чем-то сравнить, какой-то другой опыт, альтернативный. И тут есть лишний повод еще раз сказать о том, какую огромную роль может сыграть психотерапия. Потому что, если вам повезет, и вам попадется нормальная женщина-терапевт, то, возможно, именно в ее окружении вы впервые почувствуете и узнаете, что общение и атмосфера общения может быть совсем другой. Тут, правда, есть опасность спутать эту вот чистую атмосферу общения с атмосферой романтики. Такой эффект бывает. Комплекс явлений, который называется перенос. Хорошо известный эффект в практике психотерапевтов. Но если вы пойдете туда подготовленным, почитайте на эту тему предварительно, то это не страшно, это можно пережить. Но это тема для отдельного каста. В качестве завершения я подозреваю, что уровень алкоголизма в обществе примерно так же связан с эмоциональным смогом, как, скажем, уровень легочных заболеваний со смогом обычным. То есть нельзя сказать, что все хоп, заболели и умерли. Но уровень заболеваемости подрос. Смог подрос, уровень заболеваемости подрос. Смог упал, уровень заболеваемости упал. Так что, если бы кто-то этим всерьез занялся, возможно, что и уровень депрессии упал бы, и уровень травматизма, и даже уровень разводов. Как-то так. Всем пока. Желаю вам жизни в чистой атмосфере.